В четверг суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог. Кочаряна обвиняет, как я уже говорил, в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Ну, обычно главы государств имеют неприкосновенность, но только не в тех странах, где власть переходит в результате массовых волнений, как это было в том числе в Армении. Так это было на Украине, где Порошенко посадил бы просто Януковича, не успеет тот уехать в Россию. Помните, за что мы ругали Януковича? За слабый характер и неумение идти до конца, чтобы сохранить страну, не отдавая ее в руки погромщиков с Майдана. Так вот, Кочарян пошел. В 2008 он очень жестко пресек уличные волнения, а теперь за это его и судят. И этот суд может продлиться несколько лет в списке прокуратуры 800 свидетелей. И все это время он, судя по всему, должен находиться под стражей. Ну, если, конечно, не произойдет какой-нибудь новой смены руководства страны. Из Еревана передает наш обозреватель Виктор Синек. Роберта Кочаряна в зале суда каждый встречает в зависимости от своей политической позиции. Слева аплодируют, справа протестуют, впрочем, потом их выносит полиция. Но противники бывшего президента Армении все равно довольны, ведь судья снова оставляет Кочаряна под стражей. И до сих пор арест является мерой пресечения в отношении второго президента. И в чем является необходимость ареста? Роберта Кочаряна обвиняют в попытке свержения конституционного строя. 1 марта 2008 года он объявил в стране чрезвычайное положение после того, как протестующие начали толпами догонять и избивать полицейских, жечь патрульные машины и не только патрульные. В центре Еревана грабили магазины, стреляли. В беспорядках погибли 10 человек. Второй президент Армении ждет решения суда за решеткой, но известием удалось получить его эксклюзивное письменное интервью. Я уже в политике, независимо от местонахождения. Эта власть методично разрушает институциональность государства, подрывает основы нашей безопасности, насаждает персонифицированную политическую монополию, бесстыдно манипулирует людьми. Новая власть начала перестраивать армянское общество под себя. Результаты этого глобального давления расходятся, словно круги по воде. Первыми они задели семью Кочаряна. Счета брата имущества там заморожены. Мои счета были заморожены по тому же делу, по делу 1 марта. Какое я могу иметь отношение в 2008 году? Дальше зацепило судей. Давид Григорян, который изменил Роберту Кочаряну меру пресечения, сейчас в последствии. Все это дело было сфабриковано только по одной цели. Чтобы он не вел дело Кочаряна. А вот на председателя Конституционного суда республики, который принял обращение по делу Кочаряна, начали давить через родных. Для начала досмотрели имущество 75-летнего отца. Этот дом на 4-й улице села Даракерта абсолютно таких же размеров, как и у соседей. В 70-е давали типовое жилье, но именно он привлек внимание следователей. Точнее, даже не он, а его крыша. Кровлю, видимо, подозревали в вопиющей нескромности. Но сверху видно, что это, наоборот, эконом-вариант. А почему разного цвета крыша? Там красная здесь. Вардантов Масян принципиально не говорит о политике, зато охотно показывает дом, выйти к которому из сада можно только по очень узкой тропинке. Внутри мебели с 70-х до старинной часы. Следователь, говорят, ушел расстроенный. В редакцию издания, которым руководит сестра главы конституционного суда, пришли уже агрессивные активисты. Забросали закрытую дверь яйцами, завесили плакатами с оскорблениями. Эти люди не скрывают, что связаны с властями. В их профилях в соцсетях есть фотографии мэра Еревана, депутатов от правящей политсилы. Нападавший на свободе, но за блогером Нареком Мутафианом, который рискнул задать вопрос судье, что ведет дело Кочаряна, пришел спецназ, задержали как опасного преступника. Демонстративно жестко. Теперь в Ереване приходят из-за неугодной прессы. На днях прошли обыски в редакции канала Ереван Тудей. Повод публикации переговоров премьера и директора СНБ, говорят журналисты, был откровенно надуманным. Мы опубликовали эту запись чуть ли не позже остальных. В интернете она появилась в час дня, но мы свой вариант выложили ближе к пяти вечера. Сместить любым путем тех, кто у власти, а потом начать преследование. Эту схему активно используют и на постсоветском пространстве. Петр Порошенко грозил попередникам. Забыв про экономику и гражданскую войну, оппонентов давил в свое время Михаил Саакашвили. Теперь на это тратят силы и в Армении. Были оценены возможности, перспективы экономические. Когда стало понятно, что показать результат не удастся быстро, была применена эта технология. Причем сам Роберт Кочарян в интервью «Известиям» рассказал, что выбор, преследовать или нет предшественников, стоял и перед ним. После моего прихода к власти в 1998 году был сильнейший общественный запрос на привлечение к ответственности прежней власти. Я выдержал это давление, посчитав, что надо смотреть в будущее, а не бороться с прошлым. И еще особенность. Там, где преследуют бывших, расцветают прозападные НКО. Нам удалось увидеть, как они работают. Хороший отель в центре Еревана, арендованный конгресс-холл. Очень удобное место для того, чтобы обсудить российское военное присутствие в Армении. Больше других эта тема интересует армянские НКО, а еще представители иностранных посольств. Но зайти послушать можно свободно. Дипломаты из США, Польши и Украины внимательно вслушиваются в синхронный перевод с армянского. Для них тут же приготовлен доклад на английском. Российским военным в нем припомнили, например, пропавший в 2004 году рогатый скот, который те не смогли отыскать. А также слишком громкие учения в 2017-м. Они напугали деревенских жителей. Спрашиваем посольских работников, зачем им все это. Отвечают туманно. Вообще интересно. Разные конференции. Я пригожу на разные конференции. А что вы думаете по поводу присутствия российского? Это... Я уже не буду теперь говорить. Скажите, откуда вы? Посольство США. Могу я задать вам несколько вопросов? Простите, я должен идти. Слушай, мне нет ни полномочия. Ни полномочия говорить? Но дипломатическое присутствие уже говорит, что за Армению взялись серьезно. Тот же Джордж Сорос – щедрый спонсор. Вот список сайта фонда. В этом году армянским НКО дали 34 гранта. Это более чем полтора миллиона долларов. 137,5 тысяч – Союзу информированных граждан. Почти 140 – журналистам-расследователям. И 210 – Международному центру правосудия переходного периода. Но рекордный чек получила организация, которой руководит вот этот человек. Вонадзорскому офису Хельсинской гражданской ассамблеи досталось почти 225,5 тысяч долларов. Мы финансируемся из всех законных источников. А какая часть Сороса там? 40 процентов. Он же один из организаторов разговора о российских военных. А что насчет давления на судей и журналистов Армении? Знаете ли вы об этом? Занимается ваша организация с этим или нет? Нету давления. Многие из тех, кто работал с Кочаряном в 2008-м, либо под следствием, либо вызваны на допрос. Бывший замминистра юстиции Геворг Костанян сейчас в Москве, но собирается в Ереван. Отвечать на обвинения о том, что отдавал приказы начальнику полиции. Там четко предписано, кто кому мог давать какие-либо распоряжения. Во-первых. Во-вторых, если даже гипотетически кто-нибудь, в том числе и я, давал какие-то распоряжения, то они имели право эти распоряжения выполнять? Новая реальность незаметно, но уверенно накрывает всю Армению. В офисе бывшего президента Кочаряна, наблюдая за процессом, придумали даже новый политический термин. Капризократия, демократия, она подразумевает ноль давления на суды, ноль давления на прессу. А вот здесь я чувствую какие-то капризы. Нынешняя армянская власть, судя по количеству дел против бывших политиков и военных, судей и журналистов оказалась на редкость капризной. И, судя по технологии, проверенной в других постсоветских республиках, в стране это ничего хорошего не сулит. Виктор Синеок, Илья Мельченко, Николай Посадский, Дмитрий Малышев и Эльнар Байназаров. Известь специально для РЕНТОВ. Редактор субтитров А.Семкин